Так, вот она как, это Ханза Мусабека, вот она как, я верующая, читаю молитвы, квартиру чища, спасибо, дорогой, благодарю. Это про Зевоту, про Зевоту я как раз подробно отвечал сегодня на прогулки, разобрал этот феномен, потому что мой ответ кажется как своего рода издевательство, взевает там совсем по другим причинам, а я вот такой вот выдал. Но я все это дело обосновал и сделал целое видео, и вы можете его посмотреть. И добавок, добавок, интересуйтесь, это же я не просто откуда доберу, вот у меня тут Библия под руками, вот у меня тут материал насчет бесов, что и как происходит, вы можете почитать Евангелие. И я вам рекомендую почитать, особенно почитать на эту тему, это про Киприана и Иустину. Киприан был чародей, а Иустина была юная христианка. И вот как юноша влюбился в Иустину и хотел, ну в те далекие времена, как бы сказать, это так просто было, ею завладеть, чтобы она пришла к нему на прелюбодеяние. А христианка и Иустина сказала, нет, я на это не согласна, вплоть до того, что этот юноша говорит, я на тебе женюсь, а она говорит, я посвятила себя своему жениху Иисусу Христу, поэтому я не собираюсь вообще выходить замуж. И тогда он пошел к Киприану, чародею, который в этом деле преуспел. И вот он как раз попросил этот молодой человек за денежки, чтобы Киприан соблазнил Иустину. И вот почитайте сами, я не хочу тут рассказывать, что и как, но там очень хорошо описано. Вернее, подписчицы канала поступил такой вопрос, почему, когда ко мне придут гости, там они зевают, так как-то необычно. То есть нормальный человек, все с ним хорошо, потом пришел, вот в гости, и начинает зевать. Что бы это означало? Я сказал, что когда в человеке имеются бесы, то они, как правило, не выносят людей, которые нравственно чисты. То есть соблюдают какие-то там заповеди, живут нравственной жизнью, молятся. То есть они вообще не выносят таких людей. И пребывая в теле, ну, будем говорить, такого рядового человека, который подвержен разного рода искусствам, они выходят, и, как правило, они выходят через рот, и в этот момент человек зевает. Вот. Ну, это такое было мое объяснение, которое вызвало у некоторых негодование. Мол, попахивает там мракобесием и прочее, 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 прочее. Вот я решил ответить на этот вопрос несколько более подробно. Феномен тонкого мира, а именно наличие разного рода тонкоматериальных существ, целых армий и полчищ, был освящен еще в Евангелии. Мы не будем брать бебелью, мы только возьмем в Евангелии, более поздно. И там как раз хорошо и подробно рассказывается, как Иисус Христос изгонял бесов, как они от Него бежали, что происходило с людьми. Вот. Ну, вроде как, современное общество развивается, и с течением времени потихонечку наука тут, они объясняют с научных позиций, и все там такое. Мол, если человек зевает, не хватает кислорода, это такое, значит, детское объяснение. Вот, смотрите, он позевал, и вроде как насытился кислородом. И если кислорода не хватает, то его, допустим, в помещении или еще где-то, его будет не хватать постоянно, поэтому он должен все время зевать. Но этого же не происходит. А позевал, потом отошел. То есть, незнание этого феномена объясняется по-детски примитивно, и вот так вот говорят, чтобы отстали. О, да, ага, наука объяснила, что зевота это недостаток кислорода. Так вот, я вам посоветую за собой понаблюдать. Вот, когда сами будете читать про себя, отче наш, особенно вечерком, в конце дня, вот, будет у вас зевота или не будет. Вот иногда я засыпаю, если я там ничего не читаю, никаких молитв, тогда я засыпаю без зевоты. Как только я начинаю читать молитвы, обычно всегда бывает зевота. То есть, в течение дня человек нахватается родного рода вот этих вот полевых существ, и вроде бы как, да, и ничего с ними. Но это все до поры до времени. Потихонечку они, конечно, если ничего не делать, ведут свою разрушительную деятельность, которая выражается по-разному там, то может быть вспышка агрессии, то какое-нибудь безудержное веселье, то тебя куда-нибудь подтянет, так сказать, вводит в искушение. Вот. Но это, так сказать, все было тогда. А что действительно современная наука о существовании бесов и прочих тонкоматериальных существ, говорит, сейчас. Оказывается, в связи с развитием техники научились снимать в высокочастотном поле. Сначала делали фотографии по методу Кирлиан и увидели ауру. То есть, оказывается, она существует. Более того, вот, допустим, берут листочек, они его там сфотографировали целым, потом оторвали часть и вновь фотографируют. И там, где листочка нету, оторванная часть, там вот этот вот энергетический слепок проявляется, прожилки, листовцы, там такое. То есть, вот именно эфирное тело, по которому строится листок и все живые существа, оно имеется. Вот, оно имеется. Более того, научились снимать уже не фото, а видео в высокочастотном поле, какие процессы идут, и так далее, и тому подобного. Ну, например, вот, научились снимать аборт. И что они, значит, увидели? Вот, по мере удаления плода, материальной части его, тонкоматериальная часть, как там была, так там и остается. И более того, нет уже, значит, тела, а то, что осталось энергетическое, это субстанция, плода, она начинает формировать под себя новое тело. И, как правило, так как процесс нарушен, нарушен, то формируется какая-то опухоль, отчего бывает вот опухоли у женщин после того, как они сделали аборты. Не у всех это бывает, но тем не менее бывает. И даже заметили, что через девять месяцев якобы женщины испытывают такие же ощущения, как будто они рожают. Вот такой вот. Значит, итальянский ученый, я там привожу его в своих газетах, книгах, заинтересовался этим феноменом, он расставил вот такие подобные датчики, которые реагируют на вот этих тонкоматериальных существ. Более того, нашел места, где они чаще всего там появляются и стал за этим делом следить. И вот, что он рассказывает, что эти тонкоматериальные существа, они бывают, ну, будем говорить, по своему умственному развитию сознания бывают такие простенькие, как вот, допустим, тут у нас, грубо говоря, какие-нибудь зверюшки маленькие, там, червяки и так далее. Бывают огромные, наподобие китов, и бывают высокоразумные, которые намного умнее человека, более изощрение. И вот он все это описал, там, рассказал, что и как происходит. Вот. И во многих случаях вот психических болезней примерно где-то процентов 95 может быть объяснено наличием вот этих полевых паразитов, весов и прочих существ, которые заставляют человека вот так вести. То есть, если взять человека, это будет дух, это вот я, душа, дух, а тело, это будет машина. Так вот, когда человек вводится в искусство, ну, какая-то у него наклонность есть, все больше, 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 он с этой же наклонностью пускает свое тело того или иного духа, того или иного беса, да, этот бес, что он делает? просто-напросто залазит в ваше тело, то бишь машину, отстраняет вас самих от управления руля и сам рулит как хочет. А вы сидите рядом и ничего сделать не можете. То есть, настолько у них мощная вот эта вот полевая энергетика, что они вас оттесняют. И вот самое интересное, когда происходит вот случай вот этого изгнания, по-латыни там экзорстизм, примерно так это называется, ну, по-русски лучше всего сказать изгнание, да, выход из тела, что происходит? В первую очередь появляется голос, то есть это существо тонкопонитериальное, а по-простонароднему бес, начинает тут говорить, упираться страшным голосом, проводить веские аргументы, что это, что он не выйдет. Ну, когда все-таки его вытесняет, человек начинает вот во время выхода биться в конвульсиях и падает потеряв сознание. Потом, через некоторое время сознание самого человека занимает свое место в теле, он приходит в себя и как ни в чем ни баллах спрашивает, что это со мной там было, то есть он даже не помнит, что творил тонкоматериальный паразит, селившийся в него. Видите, что это такое бывает. так. Вообще, на эту тему имеется масса литературы. Огромная масса литературы. Где ее можно почитать? Ее можно почитать Жития Святых. Это где-то 12 книг. Я их почитал, но их так хорошо бы пересчитывать вновь и вновь. И вот там вот эти чудеса феномены тонкого мира описаны очень хорошо на примере святых. Что с ними происходило, как они сами воролись с искусством и прочее, прочее, прочее. И во многих случаях, во многих случаях, я уже вам рассказал на примере водителя и машины. То есть хозяин машины вытесняется, выбрасывается он находится рядом, грубо говоря, на сиденье пассажира, а этот тонкий материальный паразит рулит так, как хочет. И чтобы его вытеснить, требуется сила. Как правило, у самого человека ее недостаточно, ее не хватает. И для того, чтобы это произошло, то есть человек восстановил провал в своем теле, призывает более сильных святых, которые обращаются к ним за помощью молитвы, и они приходят и помогают выбросить этого беса из тела бедолаги. и вот тут вспоминаются слова Иисуса Христа, который очистил, вернее, освободил какого-то там бедолага от беса, и он все выздоровел, о, хорошо, спасибо, спасибо, и пошел дальше. А потом он его встретил и видит, что тут что-то примерно опять вот этим занимается. Занимается вот этим и он ему говорит, слушай, дружище, брось вот такими вещами заниматься, чтобы не случилось с тобой еще более худшего, чем было. И интересно объясняет это. Ну, да, ну, что он бред несет про зевоту и молитвы. Когда человек взывает, это говорит о том, что ему не хватает кислорода, Хусамбековы и подобные темные люди, вы бы лучше книги умные почитали. Ну, я об этом немножечко рассказывал. Если вы считаете Библию умной книгой, тогда, естественно, это все можно перечитать. Если вы читаете глупой книгой, «Откет»